канал о моделизме привет youtube здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто здраво люц вами а я в студии и алексей соловьев лёша привет из друзья мы сегодня видите у каждого у нас по самолету находится вот лёшки самолет мне самолет и у нас у каждого свой личный самолет мы теперь можем летать в разные страны на самолете ну что а если серьезно да сегодня фирма звезда представляет вашему вниманию на нашем канале новинку boeing 737 700 с определенной раскраски ну а почему мы сегодня вдвоем в кадре и у нас две модели лишь давай рассказывай колись потому что мы будем эти модели по традиции разыгрывать правильно то есть они достанутся всего двум людям которым повезет модель номер один и номер два сегодня не без номеров они равны по своему статусу некоторые обижаются поэтому нету номер один борт номер один и борт номер два уже нету то есть просто борт один и второй но без номеров поэтому каждый кто попытает удачу команда повезет кто запытает удачу может быть и так бывает получит у себе прекрасную коробочку значит сам самолетик в которой внутри лежит это прототип его достаточно не новая машина эта машина уже около 20 лет находится в эксплуатации 737 модели вообще модель которая ну и одна из наиболее удачных машин компании boeing это насколько я помню среднемагистральный пассажирский авиалайнер который ну наверное во всем мире уже распространен к сожалению большому сожалению и наши авиакомпании в принципе летают только на этих самолетах хотя ему конкуренцию составляли очень хорошие отличные разработки но к сожалению так сложилось что сегодня этого ничего нет есть вот такие боинги его окраска united states of таки америка не просто так этот самолет не возит президента может быть кто-то подумает что это личный самолет президента но если бы это была какая-нибудь маленькая страна но очень гордая республика может быть у них был бы такой самолет у президента наверняка кстати так и есть но вы все прекрасно знаете что президент летает на 747 на джамбу то есть это самолетик очень такой серьезных габаритов и конечно лишь хочу тебя немножко прервать здесь есть последняя информация что последний президент вот сейчас который находится в соединенных штатах недавно назначенный имеет виды теперь на новый самолет и он сказал что его надо будет доработать и бюджет сша сейчас он будет бюджету сша стоит 3 миллиарда долларов то есть вот не понравился ему самолет от бывшего президента дело в том что он просто не знал что можно обратиться к нам мы за миллион долларов так подшаманили бы этот самолет вообще не без проблем все моделисты бы собрались конечно все подшаманили все было в лучшем виде всего за миллион три миллиарда бедные американцы сколько гамбургеров не съедят ну ладно не будем их жалеть поговорим о модели значит самолет принадлежит в ввс сша да как ни странно он не в камуфляже он не в сером цвете с надписью navy на борту потому что он не к флоту принадлежит а именно к военно-воздушным силам united states air force то есть это как написано на самой инструкции вы это увидите в схеме окраски машины сзади вы можете видеть собственно говоря лейбл компании boeing которая дает лицензию компании звезда на изготовление этой модели и на использование товарного знака boeing то есть чтобы эта модель к не называлась b737 да то есть обязательно все здесь по-честному написано вот так что очень здорово модель собрана вот вы можете посмотреть покрашена все как всегда очень аккуратно и красиво я не умею делать такие самолеты сильно восхищаюсь людьми у которых это получается вот потому что ну действительно это очень серьезный труд и очень интересная работа но мы сейчас давайте посмотрим что у нас будет внутри внутри коробочки да ну а напомним что масштаб данной модели 1 к 144 109 деталей в комплекте 23 3 сантиметра будет самолет довольно таки прилично да он очень большой я хочу напомнить что компания звезда является безусловным мировым лидером в производстве масштабных моделей самолетов гражданской авиации пожалуй непревзойденным вообще потому что ну никто не смог сделать лучше и настолько качественно модели гражданской авиации поэтому компания звезда это во всем мире признанный авторитет который делает абсолютно весь спектр как и наших самолетов так и самых брендовых топовых машин зарубежных производителей таких как airbus или например boeing а ливрею которую предлагается здесь но в мире тех кто увлекается гражданкой вы прекрасно знаете что вы можете поменять ливрею и вариантов этих ливрей от знаменитых именитых фирм очень много поэтому здесь вы можете выбирать вариант окраса покупать себе дополнительные декали вообще не проблемы самое главное что у вас есть хороший исходный материал а именно качественная реально хорошая модель но ребята теперь о конкурсе вы должны разместить у себя на стенке вк данное видео пост как он у нас есть в нашем века то есть перепостить себе дальше под этим видео написать в комментариях то что вы думаете о этом самолете ли какие-то ваши пожелания и поставить ваш айди чтобы проще программе было вас сразу найти ровно через две недели после выхода этого выпуска мы разыграем данный приз и у нас счастливчиков всего будет двое ну и все правила в точности будут под этим видео а так а сейчас да лишь давай смотреть что в коробке да самолета есть всего практически у нас основные цвета перечислены палитры томи и звезда низу самолета синий сам самолет белого цвета вот принадлежность к военно-воздушным силам сша здесь как раз указана поэтому это самолет у нас военный но для так скажем перевозки просто как как какого-то личного состава понятно что наверное здесь летает какая-нибудь там делегация там их нибудь больших военачальников дополнить вот если ты перевернешь обратно смотри там два варианта получается самолета можно сделать да то есть номер на хвосте если поменять то это будет борт другого года ну да там 2010 2008 год но суть то не меняется но это ввс поэтому да поэтому друзья как бы здесь у нас по сути дела один вариант принадлежности другого варианта здесь нет ну я уже говорил что есть декали поэтому это не проблема с обратной стороны вот как раз схема этих самых декалей входящих в комплект и тут самолет снизу сверху есть какие краски применяются как он накрашивается что для этого ну теперь сама инструкция предлагает нам два варианта сборки один вариант у нас будет на шасси другой на подставке то есть можно на здесь показать как бы самолет в полете скажем так вот так что тоже очень здорово инструкция достаточно простая вот собственно говоря и вся инструкция то есть ну понятно это мелкий масштаб и здесь не будет каких-то супер каких-то мощных деталировок понят никаких салонов здесь не делается все достаточно просто но очень аккуратно стекла вклеиваются с обратной стороны это уже традиционно для самолетов компании звезда кстати говоря это одна из немногих фирм которые делают остекление именно остеклением они напечатаны на декали что конечно же модель именно модель опускает на уровень макета который очень часто можно встретить в кабинетах там руководители авиакомпании ликих-то летчиков то стоят макеты которые у них просто наклеена наклеечка с окошным с оконным поясом здесь стекла натуральные то есть все очень здорово можно показать особенно многие любят делать с подсветкой то есть как бы вообще красота значит сборка центроплана вот этой вот по моему части не ошибаюсь называется центроплан вот самого фюзеляжа все это вместе соединяется двигатели здесь их два они одинаковые по моему здесь стоит rolls-royce может быть я ошибаюсь но по моему двигатели делал rolls-royce для этих самолетов вот сборка элементов шасси то есть опять же можно делать их убранными или выпущенными в зависимости от варианта которые вы хотите сделать подставка в комплект входит это стандартная подставка компании звезда твой здесь ничего не поменялось в общем то ее можно красить можно не красить здесь уже как угодно вы можете сами принимать решение как вам лучше поступить а теперь давайте посмотрим с вами на детали это в этой модели вот у нас как раз центроплан фюзеляж достаточно такой самолетик плотненький если например сравнить его с аналогичным ту-134 например да то мы можем видеть что у нашего самолетика фюзеляжа гораздо меньше или ту-154 но практически такой же фюзеляж то есть самолет такой немножечко пухленький скажем так ну площадь поверхности крыла да такая не очень большая но многие наверное на них летали все знают их приятные особенности всех самолетов боинг небольшая турбулентность его начинает шатать трясти кто летит первый раз думает что все и вот-вот самолет упадет но это не так на самом деле просто он неустойчив этих потоках такой уж это самолет наши самолеты например и вы 86 96 вы вообще даже не поймете чтобы лакать турбулентность ну на то они и илы следующие детали это как раз у нас идет продолжение оперения самолета собственно говоря и вот сами двигатели лопатки турбин достаточно неплохо по моему показано все очень достойно можно посмотреть если кто-то меняет на фото отравленные аналоги конечно да вам это будет необходимо я считаю что все сделано очень аккуратно литье тонко аккуратно как всегда без замечаний без смещений расшивка вся показана на модели так что только остается аккуратно собрать и покрасить остекление дается отдельным естественно летником как всегда у модели есть вы видите я не достаю чтобы не повредить значит вот эта часть пилотской кабины она идет с элементами детали фюзеляже это сделано для того чтобы у вас потом когда вы вклеите эту детали аккуратно обработаете остекление не было чем-то отдельным как это было вот на старых моделях 80-х годов где надо было вставлять как вставную челюсть и выглядело это некрасиво было сразу видно что это отдельный элемент а у самолета настоящего это не отдельный элемент перемычки оконного пояса кабины пилотов они имеют одно целое с фюзеляжем поэтому чтобы это получилось сделано так и сам оконный пояс пассажиров то есть это единый элемент который вставляется очень просто вклеивается естественно лучше делать это до сборки фюзеляжа накрашивается краской боковая часть вставляются иллюминаторы закрывается скотчем дальше вы можете вертеть красить самолет как угодно и декаль входит в комплект тоже здесь вместе лежит то есть здесь у нас как раз вот эти элементы золотистые скажем так которые идут окантовочкой по крыльям по фюзеляжу то есть то что будет трудно накрасить самому это граница разделяющие белый и синий цвет когда основные цвета самолета ну вот а все остальное придется накрашивать самостоятельно все имеет свои номера поэтому по схеме можно будет без проблемам нести а значит модели вообще гражданской авиации они очень непростые на самом деле вот подставка я забыл показать ее вот стандартная подставка понятно это питатели то есть их надо будет просто отрезать вот они очень непростые чтобы заниматься самолетами гражданской авиации надо иметь определенный уровень я например такого уровня не имею хотя опыт в моделизме у меня достаточно серьезный так что здесь нужно видимо общаясь с такими людьми кто строит эти модели вам подскажут как делать маски чтобы получать криволинейные поверхности чтобы их выкрашивать правильно я например этого не знаю как они этого добиваются но сделать такую модель достойно аккуратно красиво покрасить глянцевым лаком покрыть и сделать на ней аккуратно смывку без грязи без разводов потому что на белом цвете очень легко смывкой испортить оттенок и у вас получится грязный самолет который потом придется превращать в заброшенный ну это нехорошо поэтому конечно тренировка из первого раза не получится но если вы будете стараться пытаться есть даже примеры когда дети юноши допустим 15 16 лет делают очень неплохие варианты этих самолетов конечно есть чему стремиться но это говорит о том что не надо бояться глаза боятся руки делают поэтому делайте тренируйтесь и я считаю что это достойное продолжение линейки самолетов гражданской авиации от компании звезда ну что друзья спасибо что досмотрели наш выпуск до конца обязательно подписывайтесь на наш канал жмите колоколец чтобы оставаться в центре всех событий канала спасибо фирме звезда за предоставленные модели для розыгрыша и не забывайте про конкурс читайте внизу в описании подписывайтесь обязательно на наши соцсети и что стройте модели лишь на вами была а я в студии всем пока это это не это и это и это и